Всем привет! И сегодня я хочу с вами поделиться своими пустыми баночками. Если вам интересно такое видео и интересно мое мнение, то оставайтесь со мной. Надеюсь, буду кратко о каждом продукте рассказывать. Хочу начать с вот таких вот спонжей. Я как-то показывала вам их. У меня закончились некоторые из них. Это разные совсем спонжи. Они разные по своей текстуре, по своим волокнам. Некоторые я допользовала, некоторые у меня лежат еще. Я сейчас ими не пользуюсь. У меня есть другие средства для очищения лица. Так что остальные лежат на прозапас на всякий случай. А вот эти вот я допользовала и в принципе неплохие спонжи. Еще я не закончила. Выбрасываю это мыло, которое я вам показывала. Мыло-скраб для ног. Ничего оно не делает. Это фирма у нас Vital Charm какой-то. Скраб мыло для ног. В общем, увидите вот такую вещь в магазинах не приобретайте. Потому что бесполезная вещь. В принципе, пяточки делала более-менее гладкими. Но отшелушивать ничего не отшелушивала. Гладкости этой хватало ненадолго. И как-то запах оно у меня быстро поменяло. И покрылось плесенью непонятно почему. Поэтому я его выбрасываю. Закончился у меня очередной тюбик с жидкостью для снятия лака. Пользуюсь ноготком. Эта жидкость меня вполне устраивает. Хоть она и очень вонючая. Но она очень действенно снимает все виды лаков. Поэтому я довольна и буду пользоваться и дальше ею. Закончилась паста сплат очередная. Это лечебные травы. Берем только такую. Никакую другую мы еще не пробовали. И как-то не очень хочется. Нас вот этот вариант вполне устраивает. Поэтому мы пользуемся и довольны. Еще у меня закончилась зубная нить. Это у меня от Oral-B. Не знаю, Satin Floss. 25 метров у меня ее было. Не знаю, хватило мне ее на очень долго. Приблизительно год я ее отпользовалась. Честно, мне казалось, она вообще не закончится у меня никогда. Еще у меня закончился вот такой вот ароматизатор. Это от Glade. Запах у меня фруктовая фантазия. Подставка у меня осталась. Но вот именно саму стикер я выбрасываю. Хорошие штучки такие для дома. Особенно, когда там приходят гости. Антиперспирант от Nivea. Шариковый. Мне не нравился здесь ни запах. Ни то, что он не защищал вообще меня. Ни от запаха, ни от пота. Мне вообще не понравилась эта вещь. Здесь, по-моему, написано, что не оставляет следов на одежде и на коже. В принципе, это так. Но вот именно защиты никакой я не ощущала. И из-за этого я, конечно, больше его и не куплю. Еще закончился у меня лосьон, матирующий антибактериальный эффект. Не сушит кожу против жирного блеска. Это от 100 рецептов красоты. По-моему, лимонный сок и мятный чай. Тоже неплохая вещь. Но что я заметила, в прошлом году я использовала много таких баночек. И зимой я использовала много баночек с увлажняющим таким тоником. Либо лосьоном, я уже не помню. У меня либо кожа привыкла, либо что-то случилось. В общем, у меня то аллергия на него, то вообще как-то он пересушивает, то вообще никак не действует. В общем, как-то в этом году эти продукты мне не очень пошли. Но, в принципе, вещи неплохие. Может быть, просто мне просроченный попался. Я не знаю точно, потому что здесь 6 месяцев срок годности. А когда его открывали, неизвестно. А годен он до 2017 года. Поэтому, кто его знает, когда его открыли, когда сюда попал воздух. Поэтому, может быть, он был испорчен. Еще закончилось у меня мыло от Discover. Это, по-моему, у меня с цветами вишни, если я не ошибаюсь. У меня есть такой гель для душа, которым я сейчас пользуюсь. В принципе, запах неплохой. Но какие-то вот химозные цветы там и какой-то горечью отдают. Я так подозреваю, что хотели сымитировать вот эту горечь самой косточки. Но она совсем у них не получилась. Какой-то запах очень для меня химозный получается из-за этого. И, не знаю, как-то не впечатлило меня мыло. Вот оно лежало в мыльнице в ванной. И когда даже подходишь, только начинаешь брать его, помыть руки, то получается, что вот этот запах бьет в нос. И как-то у меня сразу желание пропадало мыть руки. Не знаю, не очень мне понравился именно вот этот запах. А так мыло от Discover мне очень-очень даже нравится. Еще закончился у меня скраб чистой линии с абрикосовыми косточками. Все знают про этот скраб, что он, как он мне нравился. Я его, конечно, на лицо уже не использовала. Вот этот тюбик у меня лежал как запасной. И дабы, чтобы он не пропал и не прошел срок годности, я его допользовала на тело. Но на тело он мне не нравится. В отличие от скраба от зеленой аптеки, по-моему, с кофе и медом, если я не ошибаюсь, вот этот скраб у меня вызывал на теле покраснение и высыпание. Поэтому на тело, вот кто пользуется, в принципе, если вам нравится, пожалуйста. Но вот мне на тело он не подошел, а для лица, в принципе, хороший продукт. И еще покажу очередную пустую баночку. Это у меня была маска-пленка от Green Mama, улетай. Неплохой продукт. Мне нравилась эта маска. Я ее пользовалась с удовольствием. У нее 6 месяцев срок годности, но она у меня начала терять свои свойства где-то, не знаю, на месяц, наверное, четвертом. Я где-то месяца 3 твердо ею пользовалась. И у меня оставалась где-то капелька. Она у меня пожелтела, эта капелька. Она стала такого неприглядного вида. Вот я выбрасываю, в принципе, потому что 100 мл, мне кажется, это многовато для такого вот срока годности 6 месяцев. Тем более, что вы пользуетесь такой вот маской, там, раз либо два в неделю. Маска неплохая, но для расширенных пор я ее не советую. Для именно сильно расширенных пор. Подойдет, я думаю, больше комбинированной кожи. И в основном я могу посоветовать девчонкам, которые вот до 20, наверное, лет. Ну, максимум 22. Потому что, как здесь заявлено, эта маска и сужает поры, и хорошо очищает, и приводит кожу в тонус. Могу сказать, что очищала поры она неплохо, но вот сужать их она у меня особо не сужала. Это, в принципе, неплохой продукт, имеет место быть в уходе за лицом. Конечно, для тех, кто любит маски, пленки, могу посоветовать. Те, кто не очень любят, даже не тратьте деньги. Еще у меня закончился крем. Это у меня от Фаберлик, биокислород. Для всех типов кожи дневной крем. Выравнивающий тон. Я его приобретала как базу под макияж, чтобы не использовать какой-то дневной крем. Потом сверху базу под макияж. Как здесь заявлено было, это два в одном. Ровный тон. Я не скажу, что этот... Я не могу сказать, что этот крем мне что-то делал. Мне он совершенно не понравился. Плюс ко всему, он у меня еще вызвал высыпание. Я очень много всего хотела заказать от Фаберлик, но я почитала много отзывов, в частности, и про этот крем. Что особенно серия биокислород вызывает у многих высыпание. Многим она не подходит. Потому что с этим кремом у меня как раз такое случилось. Вначале он мне понравился. Какую-то, я не знаю, неделю, даже меньше, наверное, дня 4 я бы пользовалась. Вроде бы как сглаживалось лицо именно, вот тон лица. Соответственно, вы еще сверху наносите там бибикрем, тональный крем. Все вроде бы так ровненько, идеально. Но после 4 дней все это куда-то улетучилось. Я так понимаю, этот крем завивался в поры. Очищала кожу ее 2 раза в неделю. Кожа не успевала очищаться должным образом. И образовывались все новые и новые высыпания. И высыпания были очень жесткие. Как раз вот в фаворитах, по-моему, я рассказывала о том, что у меня были жуткие высыпания. Так вот, они были от этого крема. И меня спасло только масло чайного дерева и масло виноградных косточек. И также закончилось у меня масло чайного дерева. И еще закончилась у меня моя любовь. Это крем от Ariflame. Называется он «Шоколадная мечта». И здесь 75 мл было. Очень приятный запах. Я его рекомендовала в видео про заказ и в фаворитах рекомендовала. На такой вот весенний, летний, осенний период, когда не очень сильно еще холодно, подойдет этот крем. Если он у вас есть или есть возможность заказать его, конечно же, советую. Я еще, если увижу, то, конечно же, приобрету. Крем мне очень нравился. И за его свойства, и за запах.